Задания ЕГЭ по физике У девяти школьников за Байкале аннулированы результаты ЕГЭ. И, наконец, Владимир Путин проведет совещание, на котором будут разобраны итоги сдачи ЕГЭ. Это только сегодняшние заголовки новостей. Тема же ЕГЭ в стране обсуждается на самых разных уровнях уже несколько дней. Еще наверняка будет обсуждаться долго. Что происходит с системой образования в стране? Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте всем. Это студия «Свободная пресса». Меня зовут Наталья Кобзова. И в гостях сегодня у нас депутат, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, доктор философских наук Олег Смолин. Олег Николаевич, добрый день. Добрый день, Наталья. Здравствуйте, уважаемые зрители. Олег Николаевич, вот первый вопрос. Вы, кстати, сами пробовали сдать ЕГЭ? Сейчас же есть такие программы, где можно попробовать. Я в интернете сдавать ЕГЭ не пробовал, но задания ЕГЭ я смотрел. Прежде всего по гуманитарным предметам. И по русскому, и по литературе, и по истории, и по обществознанию. То есть по тем предметам, в которых я осмелюсь сказать кое-что понимаю. Мало того, мне микро ЕГЭ устроила одна из московских радиостанций, допытывая меня, как звали Лошадь Вронского. По странному стечению обстоятельств я знал, что ее звали Фру-Фру, но выразил удивление, зачем спрашивать об этом несчастных детей. И самое ли это главное, что они должны усвоить из Толстого. Кстати, когда я потом спросил у молодых ребят, как звали Лошадь Вронского, мне задали ответный вопрос, а кто такой Вронский? Я совершенно не удивилась вот этому. Вот, кстати, я тоже пробовала сдать ЕГЭ и набрала там какое-то даже количество баллов. Но по большому счету я могу сказать, что это не так сложно, не так страшно черт, как его молюют. И если обладать определенными знаниями, то неважно отвечать устно, отвечать по билету, либо ставить галочки, вписывая цифры или буквы. Вот вы же в то же время предлагаете перевести ЕГЭ, если не полностью отменить, то перевести в добровольный режим. Да, это самый мягкий вариант, который мы предлагаем. А хотите, чтобы мы объяснили почему? Да, почему. Пожалуйста. По большому счету для меня лично нет разницы, как сдавать экзамен. Да, ну это же дело вот в чем. Ну первое, перед ЕГЭ ставились определенные задачи, когда он обводился. Я берусь утверждать, что из всех задач, которые перед ним ставились, реализована одна задача, сейчас я к ней вернусь, остальные нет. Ну например, нам говорили, что ЕГЭ покончит с коррупцией. Да, это было вообще прям самым главным. Если верить экспертам МВД, сам я не считал, то с переходом ЕГЭ в штатный режим коррупция увеличилась в полтора раза. Но вы же не сможете отрицать, что когда мы сдавали обычные экзамены, то тоже элемент коррупции был, и тоже он был немаленький. Конечно был, но в особенности в вузах и в особенности в антисоветское время. Но, повторяю, по мнению МВД, элемент не уменьшился, увеличился в полтора раза. Может просто тогда статистику не вели так? Ну еще раз говорю, я не эксперт. Я в данном случае ссылаюсь на экспертов МВД. Им, наверное, виднее. Вот далее, нам говорили, что ЕГЭ снимет напряжение, уменьшит нагрузки. Не похоже. Психологические нагрузки на ЕГЭ гораздо больше, чем при обычном экзамене, это подтверждают все психологи. И, пожалуй, единственная задача, которую удалось реализовать с помощью ЕГЭ, это увеличение детей из провинции, поступающих в московские и питерские вузы. Это правда, число таких детей увеличилось. Правда, в основном это дети из семей не самых бедных, потому что, чтобы содержать ребенка в Москве или Питере, нужны более-менее приличные деньги, гораздо больше, чем где-нибудь у меня в Сибири. Но самое интересное, что даже этот явный плюс обернулся обратной стороной. Палка оказалась в двух концах. Я вот уже рассказывал некоторым агентствам, повторюсь здесь, не стесняюсь. Я был недалее как 28 июня на профильном комитете Совета Федерации. Член Совета Федерации от Иркутска рассказывал нам просто с цифрами то, что мы знали и сами. А именно, в Иркутской области просили 2,5 тысячи детей и родителей. Зачем вы, что вы хотите после ЕГЭ? 68% детей заявили, что они хотят хорошо сдать ЕГЭ, чтобы уехать из своего края. 85% родителей их в этом поддерживают. И так, с одной стороны, обескровливается провинция, научные школы, Новосибирске, Томске, которые, вообще говоря, по многим позициям не слабее, чем в Москве и Питере. С другой стороны, когда эти ребята приезжают сюда, заканчивают вузы, то возникает большой соблазн поехать дальше. Но это же не образовательная, на самом деле, проблема. Это обратная сторона ЕГЭ. Политика выстроена так, что даже достижения оборачиваются проблемами. И понимаете, Наташа, что хорошего, если 1 250 000 молодых продвинутых ребят уехали из страны в другие страны и приумножают человеческий потенциал и национальное богатство там, а не здесь. Но самое главное, Наташа, все-таки я договорю, да, почему мы требуем... Самое главное, конечно, не поэтому. Потому что это вопрос, по большому счету, не ЕГЭ. Это, по большому счету, вопрос социальной политики. Мы очень плохо платим людям с мозгами. Обесценивание высококвалифицированного труда произошло колоссальное, вопреки обещаниям рубежа 80-90-х годов. Я продолжу. Собственно, главное, ради чего мы требуем отказаться от ЕГЭ в современном виде и перевести его хотя бы в добровольный режим, это, конечно, последствия самого ЕГЭ для интеллектуального потенциала. Вот здесь среди вопросов есть такой вопрос. Чего вы с Геннадием Андреевичем привязались к ЕГЭ? Да, да, да. Да, значит, ну мы привязались не вместе, а отдельно, я думаю. Но я к ЕГЭ не привязывался. Если имеется в виду огромное количество интервью, то я их не самоорганизую, мне просто звонят с разных радиостанций и спрашивают главным образом про скандалы. А я говорю, что скандалы – это как раз дело десятое. Главное – то влияние, которое единый госэкзамен в современном виде оказывает на интеллектуальный потенциал наших ребят. Понимаете, если в математике все-таки как-то приблизили ЕГЭ к традиционным заданиям, а в некоторых других дисциплинах, то в гуманитарных дисциплинах ситуация просто не выдерживает никакой критики. Ну, помимо того, что несчастных детей спрашивали, как звали лошадь Пуронского, их спрашивали, какого цвета были глаза у Татьяны Лариной. И при мне даже Джохан Палыева, тогда высокопоставленный советник президента, активно атаковала Любовь Николаевну Глебову, в то время руководителя Рособорнадзора, по поводу качества вопросов в гуманитарных науках. А то я отвечала не без оснований, не я их сочиняла. Сочиняли их вроде в образовательном сообществе. Есть такой институт, называется ФИПИ. ФИПИ – это не ругательство, это аббревиатура. Это Федеральный институт педагогических измерений. Вот, понимаете, не поддаются гуманитарные предметы формализации и в той степени, как это пытаются сделать на ЕГЭ. От того, что вы знаете, какой художественный прием применил Сергей Есенин, в строках отговорила роща золотая, березовым веселым языком, журавли печально пролетают. Уж не жалею, больше я помню. Вы не стали больше любить и понимать Сергея Есенина. Понимаете? Любой диктант выявляет грамотность лучше, чем ЕГЭ. Учителя доказали, можно быть грамотным и сдать ЕГЭ. В этом смысле тотальный диктант намного более показателен, чем ЕГЭ, хотя он на добровольной основе. Когда в Московском университете на журфаке первокурсникам с ЕГЭ провели диктант 229 ребят, меньше 8 ошибок на лист сделали 18%, остальные больше. И когда Анастасия Николаева, доцент журфака, в ужас пришедшая стала шаживать, ребята, что с вами? Вы понимаете, что безграмотные люди были и будут всегда. Но безграмотные на журфаке МГУ это достижение ЕГЭ. Они ответили, что нас не учили русскому языку, нас учили заполнять клеточки. И такая же ситуация по истории, по философии, где хотите. То есть вы сейчас утверждаете, что если мы все-таки откажемся от единого государственного экзамена в том виде, в котором он сейчас присутствует, и вернемся все-таки к системе традиционных экзаменов, то качество знаний у наших детей улучшится. Да, я это утверждаю. По крайней мере, не будет тормоза для развития творческих способностей. Но подождите, есть же программы, по которым дети сейчас занимаются. И, собственно, экзамен у нас является показателем того, усвоили ли дети знания или не является. Да, даже учителя-приверженцы ЕГЭ честно говорят, что они в последние годы, в особенности в последний год, вынуждены поделить все учебные часы на две группы. На одной группе учебных часов они пытаются, как раньше говорили, проходить программу. На второй группе часов они занимаются прямым натаскиванием на единый госэкзамен. И не потому, что они плохие учителя. И я бы, наверное, будь я учителем, вынужден был заниматься натаскиванием, потому что я хочу, чтобы мои дети сдали экзамен и были успешными. Понимаете, не учителя виноваты. А вот если мы хотя бы введем ЕГЭ в добровольном режиме, то если верить социологам, процентов 10 выберут ЕГЭ в современной форме, процентов 50 или больше выберут традиционную форму экзамена. А в нашем законопроекте о народном образовании его вообще предлагали, скажем, по литературе на выбор ребенку. Либо устный экзамен, либо сочинение. Почему на выбор? Мы полагаем, что экзамен должен быть не тем местом, где ребенка загнали в угол, окружили глушилками, сопровождают чуть не в туалет, либо каким-то избранным, наоборот, помогают. Экзамен должен быть местом, где человек должен иметь возможность показать все, на что он способен. У тебя хорошая письменная речь, ты понимаешь, умеешь это делать, пиши сочинение. У тебя хорошая устная речь, ты любишь и умеешь читать стихи. Выбирай устный экзамен по литературе и покажи все, на что ты способен. Я, кстати, выбрал бы устный экзамен. На своем устном экзамене по литературе я половину времени читал стихи. Наверное, я бы тоже. И все-таки возвращаясь к тому вопросу, о котором мы уже с вами начали говорить, но не сформулировали его полностью. Так вот, наш один из читателей задает вопрос, что вы с Юганом прицепили с КИГ, ведь это просто способ контроля, знание на выходе из школы. Этот или другой способ контроля покажет, что в Российской Федерации 20 лет идет деградация среднего и высшего образования. Но ведь это один частный вопрос. В стране при этом режиме идет системная деградация почти всего. Это как раз возвращаясь к качеству знаний, которые наши ученики получают сейчас, к общей программе образовательной. Да, я напомню еще раз, что даже Мировой банк, даже в середине 90-х годов, признавал, что качество естественного математического образования в нашей стране выше, чем в большинстве стран мира. Я уж не говорю про советские времена. Я хочу напомнить, что в 2011 году 32% населения согласились с тем, что Солнце — это спутник Земли, то есть плавно переместились в докоперниковскую эпоху, а в 2012 году 10% населения активно ждали на самом деле конца света. Вот, я не согласен. Если говорить в целом о жизни страны, наверное, ЕГЭ — это вопрос не самой первой важности. Если говорить об образовательной политике, наверняка войдет в пятерку-семерку самых важных вопросов. А потом, мы никогда не придерживаемся принципа, чем хуже, тем лучше. ЕГЭ, кстати, не выявляет падение качества образования. Если верить баллам ЕГЭТа, то как раз все более-менее у нас нормально. Вот когда кончается ЕГЭТа, тогда выявляется качество образования. Я напомню, что, например, на открытой трибуне с участием Сергея Нарышкина выступал известный журналист Сергей Брилов, и он говорил буквально следующее. Я уже перестал спрашивать стажеров, пришедших сраженных журфаков, когда была Октябрьская революция. Я их стал спрашивать, когда началась Отечественная война. Они дружно почему-то говорят, что в 1939 году, и что, соответственно, воевали мы с Австрией. Видимо, вопросы по ЕГЭ, про Первую и Вторую мировую войны, лежали где-то рядом, и в несчастных головах несчастных стажеров, журфаков, все перепуталось. Понимаете, ЕГЭ лишает системности знаний. Это вот такой вот способ выбрать, путем угадывания во многом. То есть, сами образовательные программы, по которым сейчас учат в школе, они вполне очень даже достойны? Сами образовательные программы, по которым учат в школе, разные. Особенно разные учебники, по которым учат в школе. Но точно, что образовательные программы лучше, чем вопросы ЕГЭ. Вот, кстати, по поводу программ. Недавно на высшем уровне поднимался вопрос о создании единого учебника истории. Что бы вы могли сказать на эту тему, можно ли такой учебник издать в принципе, и нужно ли, задает такой вопрос наша читательница Ирина. Я хотел бы начать с того, что и в советское время существовали разные учебники по истории. В рамках единой, в общем, концепции были учебники для школы, были учебники для поступающих в вузы. Как человек, получивший историческое образование, их, естественно, все читал. Были учебники для средних, профессиональных учебных заведений. Разные. Если сейчас будет один учебник, конечно, поживем, увидим, что будет. Но я не думаю, что это будет лучший учебник. Мне кажется, что концепция единого учебника а. затрудняет очень сильно обновление учебников, б. я предполагаю, что этот учебник будет очень сильно политизирован, эдакий краткий курс наизнанку, и в. я очень хотел бы ошибиться, но предполагаю, что последние страницы этого учебника будут написаны по принципу, и это все о нем, и совсем немного о погоде. Ну, а как вы думаете, кто вообще должен работать над составлением учебников по истории? Ведь у нас сейчас часто манипулируют вот этими историческими фактами в угоду одному или другому человеку, политическому персонажу. Я думаю, что над учебниками истории должны работать те же, кто и над другими учебниками, а именно совместно. Учителя и ученые. Одних только ученых явно мало, потому что я сам член Коракадемии образования, и вполне способен написать приличный учебник для вуза, но написать учебник для школы я не решусь. Я слишком редко общаюсь с детьми. На ваш взгляд, что должны главное знать дети по истории нашей? На мой взгляд, они должны знать, во-первых, основные... Даты или какие-то все-таки мотивы, предпосылки к тех или иных событиям? Они, конечно, должны знать и какие-то основные даты, потому что если там ребенок думает, что Куликовская битва была в XVIII веке, то тут одних знаний и предпосылок будет мало. Даты ключевые, подчеркиваю. Плюс они должны понимать исторический процесс, чего совершенно не позволяет выявить ЕГЭ. И я берусь утверждать, что история должна формировать то, что Пушкин называл любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Правду они должны знать, конечно, но при этом, понимаете, когда Лермонтов писал «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ», это не значит, что он ненавидел Россию. Он ее просто любил так, с болью, но не мог не признавать, какой она тогда была. То есть это еще идет и воспитание патриотизма. Безусловно. Должны ли учебники истории у нас воспитывать вот этот самый пресловутый патриотизм? Причем само слово «патриотизм», даже смысл этого слова сейчас настолько размыто, и каждый понимает именно то, что хочет понимать. Отвечаю на ваш вопрос. Первое. Я, конечно, помню фразу Толстого «Патриотизм – последнее прибежище негодяев». Но я понимаю ее не в том смысле, что патриотизм – это плохо, а просто когда негодяям нечем прикрываться, они прикрываются патриотизмом. Это первое. Второе. Я думаю, что нужно различать разные вещи. Помните, как говорил Никита Богословский? «Очень люблю Родину, намного меньше люблю государство, которое на ней стоит». Я бы добавил, еще меньше люблю правительство, которое этим государством управляет. История должна воспитывать любовь к стране. Знаете, когда мне довелось предлагать в Государственной Думе законопроект о переносе так называемого «Дня независимости России» или «Дня России», который, кстати, совсем скоро будет. С 12 июня на 6 июня, на день рождения Пушкина, я пытался депутатам напомнить известные строки Лермонтовой школьной программы. «Люблю отчизнами, но странной любовью. Не победит ее рассудок мой, Ни слава купленная кровью, Ни полный гордого доверия, Покой, ни темной старины заветные предания, Не шевелят во мне от радного мечтания, Но я люблю, за что не знаю сам, Ее лесов холодное молчание, Ее степей безбрежных колыханий, Разливы реки, подобные морям, ну и так далее». Вот очень четкая позиция отношений к стране и к государству. То есть все-таки понятие патриотизма, вот здесь нужно вот очень четко разделять. Я абсолютно убежден, что любое нормальное государство должно воспитывать у народа любовь к своей стране, подчеркиваю, к стране. «И воспитывать это должны еще со школы, со всего». И прежде всего вообще воспитывается это, знаете, говорят, патриотизм, это естественная реакция гражданина на отношение к нему государству. Да, я слышал такое. «Наше государство не здорово относится к своим гражданам, но хотя бы вы помогаете детям со школы через историю, через литературу великую русскую, да мало ли через что, через любой предмет, по-моему, еще географию, да, любить свою страну». «Вы 23 года являетесь депутатом высшего законодательного органа власти. Это я сейчас следующий вопрос читаю от наших телезрителей. И много рассуждаете и там, и по ящику, имеется в виду, естественно, телевизор, об образовании. Что вы можете рассказать о своей личной ответственности за ситуацию в российском образовании? Вы принимаете решение или в очередной раз, наверное, сейчас собираетесь учить жизнь, рассказывая сказки за деньги налогоплательщиков?» «Можно я буду действовать по известному принципу Аркадия Райкина? Вы хотите меня поставить в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами?» «Да, пожалуйста». «Если вопрос мягкий, мягкий ответ, вопрос жесткий, жесткий ответ, жесткий ответ. Вот этот вопрос демонстрирует кошмарную политическую безграмотность, за которую расплачивается наш народ. Объясняю почему. Представьте себе, скажем, Великобританию, где у власти находятся консерваторы, лейбористы в оппозиции. Ни одному нормальному британцу в здравом уме и твердой памяти не придет в голову спрашивать лейбористов за политику консерваторов. Я ни разу не принадлежал к политическому течению, кстати, я человек беспартийный, которое бы находилось у власти в послесоветский период. И тем не менее, если исходить не из теории смены режима радикального курса смены образовательной политики и так далее, то вообще кое-что мы можем сказать. Знаете, вот мало или много, если учителя в Российской Федерации с 25-летним стажем уже около 20 лет, чуть меньше, получают пенсию за выслугу лет, продолжая работать. Этот закон учителя когда-то обзывали Смоленским, не без оснований. Мало или много, что в 90-е годы, когда обвалили все, когда приватизировали все, что можно и нельзя, мы нашим законам запретили приватизацию образования, и поэтому ситуация в образовании, как ни странно, долгое время была лучше, чем в других сферах общественной жизни. Это уже когда у нас сформировалась Единая Россия, когда был принят закон о монетизации, так называемый погром в законе. Тогда наше образовательное законодательство развалили, что называется, окончательно. Мало или много, что люди с инвалидностью получили один из самых передовых законов в Европе, закон о социальной защите инвалидов, который опять же был испорчен в процессе монетизации, но он плохо исполнялся, это чистая правда. Спрашивать с депутата от оппозиции за действие власти, это значит абсолютно дезориентировать себя и других. Когда люди начинают рассуждать, все вы там одинаковые, примерно, да, ходить на выборы, чего там голосовать, то тем самым они продлевают реально существующий политический режим, противниками которого они себя объявляют. Ну а как вы думаете, почему такое происходит? Ведь это не единичное мнение такое? Конечно, единичное. Я же сколько раз слышал, что вы должны все положить мандаты и уйти из государственной думы. Ну, естественно, это вообще говоря чудачество двоякого рода. Во-первых, я напомню, что не мы украли у Единой России, а Единая Россия украла у нас голоса во время избирательной кампании. Не все помнят, что, например, в Москве, по данным экзит-пулов, которые проводились на российские деньги, фонд на общественное мнение, по данным экзит-пулов, 4 декабря КПРФ получила 25 примерно процентов голосов, а Единая Россия получила 23 процента голосов. На следующий день, когда долго-долго выражились ящиками, оказалось, что у Единой России 46, в два раза больше. А у КПРФ, как и у других партий, кстати сказать, обокрали не только нас, но практически всех, и Справедливую, и Яблоко, и даже ЛДПР, у КПРФ оказалось вместо 25-19. Сейчас, при правильном подсчете, ситуация в Дуе была бы другая, и в частности, я берусь утверждать, что, скорее всего, было бы принято не правительственный закон о образовании, а наш закон о народном образовании, который радикально меняет курс образовательной политики. Это понятно, но меня интересует, почему все-таки у большей части населения вот складывается именно такое впечатление о том, что оппозиция во власти, системная оппозиция, которая сейчас находится, в том числе и в Государственном Доме, вот как раз ничего не делает, и не борется за это. Это синдром упрощения, понимаете. Вы там давно сидите, результата мы не видим, поэтому все вы там примерно одинаковые. Да, да, да. Синдром упрощения, повторяю, который крайне выгоден, правящей партии, точнее сказать, я там говорил в Государственной Думе когда-то моим коллегам, что на Западе партия власти, это партия, которая имеет власть, а в России партия власти, это партия, которую имеет власть. Она, строго говоря, тоже не правящая. Ее просто используют режим для принятия нужных ему решений. Вот следующий вопрос, я бы его назвала таким вот пограничным и к образовательной системе, к блоку вопросов относится, и к политической, о политике уже заговорили, тема скандально поднимает уже наши читатели, это тема диссертации и скандала, которые связаны с этими диссертациями. Вот один читатель предлагает вообще лишить всех советников, чиновников научных званий и степеней в стране сплошь рядом академики и доктора, страна нищая и искусственно сведена к сырьевому предатку Запада. Значит, я думаю, что диссертация тут ни при чем, и лишить всех чиновников и депутатов ученых степеней и званий, на мой взгляд, было бы неправильно. Другое дело, что, естественно, ответственность чиновников и депутатов за липовые диссертации должна быть другая, чем ответственность, кстати, и бизнесменов, наверное, чем ответственность обычного человека. Откуда вообще взялась вот эта мода на диссертации? Каждый уважающий себя человек должен быть либо кандидатом каких-то там наук, либо доктором, лучше академиком или президентом академии. Вот это откуда? Я думаю, что это как бы искусственная попытка повысить престиж. Свой собственный? Свой собственный. В глазах окружающих. Естественно, престиж. Хотя, парадокс в чем? У нас научная деятельность оплачивается крайне низко. Мы своему профессору платим 700 долларов в час, приглашенному иностранному, извините, в месяц, приглашенному иностранному профессору платим 700 долларов в час. Вот такая дискриминация. Дискриминация. Значит, я продолжу. Но, тем не менее, когда, ходит легенда, когда Виктор Черноморин собрал свое молодое правительство в 90-х годах и спросил, ребята, у кого тут есть ученые степени? Подняли руки, чуть ли не все до одного. Тогда он со свойственным классическим русским языком спросил, за что же вы так не любите науку, мать вашу? Вот, действительно, наука была обвалена финансированием в 20 раз за 90-е годы. Я думаю, просто-напросто люди в сверх денег, власти, хотят еще и какой-то, как это называется, цацки. Это своеобразный атрибут сейчас власти стал? Не только власти, во многом и бизнес. А у нас значительная часть олигархов зачем-то позащищали диссертации. Сами позащищали? Вы знаете, я не могу сказать за всю Одессу, я думаю, что ситуации две. Одна версия, которую я предполагаю, это человек действительно понимающий в науке, он выдает некой группе разработчиков основные идеи, затем контролирует их работу, вычитывает результат, то есть по крайней мере за содержание он как-то отвечает, а не за написание диссертации. А пишут ее вроде как литературные рабы. Да, научные не были. Другая версия, худшая, когда просто покупается диссертация, написанная под ключ, и человек, защищающий ее, вообще говоря, совсем не в тени. Вот вторая версия, на мой взгляд, преобладает, хотя наверняка есть первая. Вот опять же про покупку диссертации тоже есть вопрос. Как так произошло, что степень доктора и кандидата наук стала пустым звуком в стране? Это же дискредитирует не только все научное сообщество, которое и так умирает, но и все наше общество. Наши дети знают, что даже знания теперь можно купить недорого. Как с этим бороться? Я не договорил, я стал говорить о том, что проблема липовой диссертации это все-таки главным образом не проблема образовательного и научного сообщества. Большинство вузовских работников и сотрудников ни как писали честно свои диссертации. Мы же понимаем, что мы не о них как раз говорим сейчас. Поэтому я считаю, что если депутата или чиновника поймали на плагиате, на буквальном плагиате, сейчас еще два слова по этому поводу скажу, то он не только должен лишаться степени, но и лишаться своей должности, как это, кстати, происходит во всем мире. Иное дело, я могу сказать непопулярную вещь, наверное, для наших зрителей, просто констатация, что такая-то диссертация с чем-то там совпадает на столько-то процентов, это еще не доказательство того, что она липовая. Например, человек пишет диссертацию по юриспруденции и активно цитирует там действующие нормативные правовые акты. Эта диссертация может процентов на 20 или 30 совпадать с этими самыми актами, остальное, если он анализ выполнил сам, диссертация не липовая. То есть мало просто найти с помощью системы антиплагиат какие-то повторы, надо, чтобы серьезные эксперты еще и проанализировать, доказали, да, действительно, украл либо текст, а иногда не свежий текст, либо мысль, либо что-то еще, без ссылки. Вот, но я, например, поддерживаю, хотя я недоволен в целом образовательной политикой, я поддерживаю линию Министерства образования и науки, не знаю, не исчезнет ли она с отставкой Федюкина, но я поддерживаю линию на борьбу с липовыми диссертацией. Но с ними и борются, и лишают знаний, званий, да, и наших депутатов, и чиновников, и мы видим эти скандалы. Но вообще, в принципе, как бороться с тем явлением, что дипломы можно купить? Знаете, как когда-то сказал Владимир Филиппов, в одной отдельно взятой стране, извините, в одной отдельно взятой отрасли в стране с высоким уровнем коррупции, поведить коррупцию, по-видимому, невозможно. Бороться можно следующими путями. Путь первый. Действительно поручить экспертам, внимательно проанализировать диссертации депутатов, чиновников, бизнесменов за последнее время, и лишить некоторое количество ученых степеней, а заодно и должностей. Второе. Усложнить процедуру защиты диссертаций как раз для этих категорий граждан. Только в особых советах, только с приглашением особых оппонентов с хорошими именами, которые заведомо не будут торговать своим именем. Ну и третье. Дополнительно проверять на экспертных советах ВАГ. Кстати, и сейчас депутатов и чиновников обычно вызывают на экспертные советы ВАГ для решения вопроса об окончательном присуждении диссертации. Вы, кстати, в каком году защищали? Я защищал диссертацию кандидатскую в 1983-м, а докторскую в 2001-м. Почему я об этом говорю? Потому что я знаю немало людей, которые, будучи чиновниками, кандидатскую защитили во втором, а докторскую в четвертом. Никогда не поверю. Это возможно. Поэтому не страшно. Сейчас вообще диссертации, особенно депутатов, рассматривают под лупами. Ваши диссертации попадали под этот разбор? Ну, тогда был 2001-й год, поэтому до сих пор мою диссертацию не рассматривали. Кстати, диссертация выполнена в форме докторского доклада. Уж если про нее зашел вопрос, когда я стал депутатом, народным депутатом России в 1990-м году, я не думал, что я смогу написать диссертацию, занимаясь депутатской работой. И я диссертацию, собственно говоря, не писал. Что я сделал? Я обобщил то, чем занимался на практике. Диссертация имеет вполне определенный прикладной уклон при всем при том, что это диссертация по социально-философским проблемам образовательной политики. И берусь утверждать, что мне и не только мне эта диссертация принесла некоторым пользу. Потому что пока ты занимаешься просто текущей, работает одно. Когда ты пытаешься обобщить весь спектр проблем образовательной политики и законодательства, ты буквуешь на некоторый другой уровень. Осмелюсь сказать, не считайте это за бахвальство, что до 2005 года я был автором или соавтором абсолютного большинства действующих законов и законопроектов. Потом был погром в законе. И сейчас в базе Государственной Думы на моей фамилии значатся 142 закона и законопроекта, не считая тех, которые были написаны в период работы в Верховном Совете. Продолжая все-таки политическую тему, тоже вопрос от наших читателей. Какова цель вашей работы в Государственной Думе во фракции КПРФ? Мне кажется, ключевое все-таки именно фракция КПРФ. Вы вместе с Геннадием Андреевичем настолько наивны, что предлагая свои варианты второстепенных по важности законов, которые тоже не проходят, пытаетесь существенно улучшить этот олигархический, воровской, антинародный режим. Вот такой вот. Значит, ну, начнем с олигархический, воровской. Это, как говорят, во многом констатация факта, поскольку, если верить международным сравнительным исследованием, мы там между 140-м и 155-м местом в последние годы где-то находимся. В разные годы по-разному, но ниже 140-го, по-моему, давно уже не опускались. Если говорить о нашей наивности, конечно, мы не наивны. Я просто рекомендовал бы автору этого вопроса почитать работу Ленина, судя по всему, он человек левых взглядов, наверное, почитать работу Ленина «Детская болезнь невизны в коммунизме». Когда возникли только коммунистические партии, они выдвинули, среди прочего, лозунг «Вон из буржуазных парламентов». А Ленин им объяснял, что это несусветная глупость. Нужно использовать, как он выражался жестко, даже хлев буржуазного парламента, для того, чтобы пытаться проводить, распространять свои идеи, использовать его трибуну и так далее, и так далее. Вот меня упрекают в том, что я много говорю по разным средствам массовой информации. Не я туда рвусь, меня туда активно приглашают. И слава Богу, потому что работа по разъяснению того, что реально происходит в стране, я считаю, что это одна из основных моих работ. Что касается второстепенных законов, я не думаю, что закон о народном образовании был второстепенным. По общему признанию лучших экономистов мира, и Организация Объединенных Наций сейчас это признала, ключ для развития общества это человеческий потенциал. Ключ к развитию человеческого потенциала это образование. Чем более развитой является страна, тем большим фактором национальной безопасности и модернизации является образование. это крайне редкий случай, поверьте моему парламентскому опыту, когда оппозиция смогла подготовить фундаментальный закон в одной из самых фундаментальных областей нашего законодательства и нашей политики. Увы, его не приняли. Что сделаешь? Мы сделали и продолжаем делать все, что можем. В конце концов, не для того нас избирали в Государственную Думу, чтобы мы там молчали. А если мы не будем разрабатывать наших законов и первой важности и второстепенных тоже, такие законы тоже есть, частные законы, то что мы скажем нашим избирателям? Вы нас туда избрали, чтобы мы только молчали и больше ничего не делали. Это неправильно. Искусство политика, на мой взгляд, заключается в том, чтобы с одной стороны держать позицию, а с другой стороны в том числе исповедовать теорию малых дел, понимая, что этим, конечно, радикальной ситуации не изменишь. Вот что касается закона образования, их было разработано два законопроекта. Один от Единой России, один от КПРФ. Один от правительства. Единая Россия разработать не смогла. Был принят, естественно, не ваш вариант. Дальше ваши действия какие? Дальше наши действия следующие. Как только был принят в первом чтении вариант правительства, мы подготовили целый блок предложений ко второму чтению. Большинство этих предложений было провалено, но мы, между прочим, зафиксировали результаты голосований по этим предложениям и выставляем его в том числе и в интернет, для того, чтобы люди могли посмотреть и понять, вообще, кто за что голосует в Государственной Думе. Дальше наши действия следующие. Мы разделили наш большой законопроект на частные законопроекты и вносим их частями в Государственную Думу. Кстати, уже тот факт, что на сайтах, куда мы выставляли два законопроекта, точнее сказать, сравнительную таблицу по их сопоставлению, на этих сайтах за наш законопроект выступали от 80% до 92% принявших участие в голосовании, а за правительственные от 1,5% до 4%, он тоже о чем-то говорит. Вообще, если бы люди лучше знали, кто и как голосует в Государственной Думе, а не рассуждали, что все там одинаковые, результаты выборов следующих, да и предыдущих, были бы другие. Были бы другие. Вот парадоксально, вот эта ситуация, о которой вы тоже сейчас, кстати, заговорили, при том, что общественность, например, это касается в том числе и ЕГЭ, общественность, педагоги, родители, вот сейчас особенно и средства массовой информации подключились к вот этому противостоянию, да, всеобщему против этого ЕГЭ, однако же никуда не девается, и так его принимают, и будут дальше его сдавать. Почему такое происходит? Помните, как Владимир Владимирович в одном из своих президентских посланий федеральному собранию употребил слова «Товарищ волк кушает и никого не слушает». Я бы мог повторить эти слова применительно к позиции российских властей в отношении оппозиции. Знаю, что эта идея поддерживается большинством населения, но не обращают внимания. Мало того, я вам скажу, сейчас еще не все осознали эту грозную опасность, вступил в силу федеральный закон номер 83, который фактически превращает некоммерческие учреждения в коммерческие организации. Образование, медицину, науку, культуру, спорт, социальные службы. Перед этими некоммерческими организациями государственными все больше ставится задача зарабатывать деньги любой ценой. Понятно, что, как говорил Эдерфорд, нельзя одновременно служить Богу и мамоне. А наше образование, медицину и культуру заставляют служить мамоне, то есть золотому тельцу, а не Богу, то есть социальной. Я думаю, что большинство родителей столкнется с этим уже 1 сентября. Многие с этим уже столкнулись, еще только не зная, что это они уже с этим столкнулись, а другие столкнутся. Так вот, я к чему? Мы внесли немедленно закон об отмене федерального закона номер 83. В поддержку этого закона в рамках так называемого народного референдума проводилого компартия Российской Федерации было собрано 7 миллионов подписей. Выступаю на Государственной Думе. коллеги, я требую рассмотреть мой законопроект, потому что за отмену выскала 7 миллионов. Сколько вам еще нужно подписей, чтобы вы наконец рассмотрели это предложение в Государственной Думе? Ответ такой, народ не понимает своего счастья. Вот когда мы введем этот закон, народ оценит свое счастье, и тогда мы вынесем на рассмотрение ваш законопроект. Вот, кстати, еще не менее одна актуальная тема, она связана с образованием, и как раз касается большинства родителей, в этом году более полутора тысяч закрытых лагерей не будут принимать детей. Вы тоже занимаетесь, кстати, темой летнего отдыха детей, сохранения закрытых лагерей. Да, это связано с принятием бюджета фонда социального страхования. Нам обещали, что все покроют, все исправят, как водится, ничего не покрыли, ничего не исправили. Ну, что я могу сказать? Очевидно, денег детям не хватает, потому что их слишком мало у олигархов, зато по оценкам, по-моему, Форбс, у нас в России 1% населения овладеет 71% национального богатства. Это гораздо выше, чем в наших партнерах по БРИКС, не говоря уже о каких-нибудь европейских социальных государствах. Вы, кстати, уже переходя к другим темам, Олег Николаевич, вы являетесь почетным членом Всероссийского общества инвалидов, и вы же еще и первый вице-президент Паралимпийского комитета России. Поэтому хотела бы с вами поговорить, естественно, о теме спорта и, естественно, о ближайшем паралимпийского спорта и вообще о Олимпиаде, которая у нас будет в Сочи, до которой осталось там всего ничего. Вот, вы считаете, вот эти затраты, которые сейчас выделяются на спорт, они оправданы? В том числе на строительство именно олимпийских объектов в Сочи, они оправданы, учитывая, что наши спортсмены показывают далеко не блестящие результаты. Ну, во-первых, я очень хотел бы ошибиться, но боюсь, что я, конечно, болею за своего строго учета, но боюсь, что результаты нашей большой олимпийской сборной не будут хорошими, дай бог, чтобы мы там оказались в пятерке. Парадокс в том, что в то же время вот как раз паралимпийцы показывают и радуют, показывают результаты и радуют нас, не обладая теми возможностями. Это не парадокс, Наталья, это закономерность, просто, понимаете, люди с инвалидностью это особая категория и когда государство поворачивается к ним лицом, они, что называются, отвечают старицей. И действительно, честно говоря, в Лондоне, например, российские паралимпийцы выступили лучше, чем были самые смелые прогнозы. Значит, тогда Дмитрий Казак сказал, что нам надо войти в пятерку, ну и мы тоже на всякий случай это говорили, хотя подчеркивали, что у нас нет медального плана. Тогда самые смелые говорили, что давайте, может, второй. Мы оказались по золотым медалям вторыми, хотя по общему числу медалей мы третий. Британцы по общему числу медалей нас обошли. Вот, но по сравнению с предыдущими паралимпиадами, это гигантский прогресс вперед, удастся, гигантский прогресс, удастся ли его удержать в Рио-де-Жанейро, это отдельная тема. Что касается Сочи, фу-фу, не сглазить, но Сочи это единственная паралимпиада, на которой для нас результат будет не менее важен, чем тема преодоления для людей с инвалидностью, да, все-таки это дома, мне очень хочется верить, что российские паралимпийцы в Сочи подтвердят свой высокий класс, я напомню, что они были первыми в Торине, они были фактически первыми в Ванкувере, мы на одну медаль золотую уступили Германию, но по общему числу медалей мы были далеко впереди, и немцы, и канадцы все признавали, что реально, конечно, это первое место. Но в победу наших обычных спортсменов, основных спортсменов вы не так уж верите. Понимаете, я бы очень хотел верить, просто результаты соревнований настраивают на реалистический лак. Может быть, что-нибудь придумать как раз на законодательном уровне? Лишать премии, или там, не знаю, что еще может быть, наказывать рублем? Вообще, Анатолия, стимулы бывают более эффективны, чем антистимулы, чем наказание. По-моему, как раз стимулов очень много сейчас в наших спортсменах. совершенно верно. В этом смысле у российской олимпийской и паралимпийской сборной, кстати сказать, стимулы одни из самых высоких в мире. Может быть, как раз вот этого антистимула? Кнута? Кнута? Не знаю. Ну, что вы сделаете с человеком, который проиграл лыжную гонку? Ну, вы ему и так не дали 100 тысяч евро. Это тоже какой-то антистимул. Что вы у него будете отбирать? Ну, вряд ли это, наверное, применимая ситуация. Тем более, что лозунг олимпийского движения, как известно, со времен Пьера до Кубертена, не победа, а участие. Но все-таки мы-то хотим победы как раз. Мы хотим победы, очень хотим победы, но я боюсь, что, вы знаете, что произошло? Может быть, потому и нет большого успеха, что большой спорт чрезмерно развращен деньгами. Вы видите, опять же, нельзя служить Богу и Мамоне. Деньги хорошо, но одни деньги всех проблем не решают. За свою страну советские олимпийцы сражались лучше, чем после советских. Потому что идея была. Совершенно верно. Вообще, у нас сейчас страна, она насколько гуманна, вот эта среда гуманна по отношению к людям с ограниченными возможностями? Да, давайте уточним, во-первых, определение. Как ни странно, наши инвалиды обижаются на формулу людей с ограниченными возможностями, если к ней не добавлено здоровье или ограниченными физическими возможностями. Вот, кстати, конвенция, которую ратифицировала Россия, называется Конвенция о правах инвалидов. Поэтому стандартный сейчас международный термин человек с инвалидностью. Вот, наша среда не гуманна по отношению к людям с инвалидностью, к сожалению. Она не гуманна во многих отношениях, она не гуманна в смысле инфраструктуры. Я член президентской комиссии по делам инвалидов и там Министерство образования и науки приводило официальные данные. 5% российских вузов имеют более или менее развитую доступную среду. Это только среду, а ведь нужны еще программы, подготовленные педагоги и так далее. 20% частично имеют такую среду, 75% российских вузов никакой среды не имеют. К сожалению, у нас не всегда среда благоприятной в смысле общественного мнения. Социологические опросы показывают, что часть населения не принимает людей с инвалидностью, по крайней мере, когда речь идет об общении их детей с человеком с инвалидностью. Часть людей рассуждает в лучшем случае так, ну вот давайте мы их пожалеем, что, кстати, сказать, тоже не так плохо, это не самый худший пожалеем и все, а мы-то требуем другого, мы требуем равных возможностей. Помните, позволю себе рассказать мою любимую историю, популярную во всероссийском обществе слепых, но возможно, с которой незнакомы ваши зрители. Помните, как в огромный самолет, международный лайнер, входит экипаж в черных очках, пассажиры волнуются, стюардесса успокаивает, пилоты занимают место в пилотской кабине, самолет разгоняется по взлетной полосе, полоса заканчивается, пассажиры вскрикивают, самолет плавно поднимается в небо, а второй пилот говорит первому, слушай, если бы они не вскрикнули, как бы мы взлетели? Мораль, я думаю, этой юмористической притчи предельно серьезна. Люди с ограниченными возможностями здоровья или с инвалидностью могут все или почти все, им только нужно помочь и желательно вовремя. Кстати, в стране с равными возможностями или с неравными возможностями уважаемый Олег Николаевич, тоже вопрос сейчас от наших читателей. Часто слушаю ваши выступления по разным жизненным вопросам и не только в Госдуме. Скажите, пожалуйста, почему депутаты и вы в частности не обращаете внимания на неравноправное положение жителей Татарстана, которые насильно должны изучать татарский язык? Ведь в республике половина граждан русскоязычна, а если иметь в виду еще и смешанные семьи, то и того больше. Отвечаю по пунктам. Первое. Я, конечно, интернационалист. Если бы я был жителем Татарстана, я бы рекомендовал моему сыну или внуку изучать татарский язык. Второе. Я, конечно, против принудительного изучения татарского языка, поскольку у нас есть русский язык как государственный. Третье. Я получил немало писем на эти темы. Все эти письма отправил в самые высокие инстанции. Получал отписки, что это соответствует нашему действующему законодательству. И действительно, по законодательству регулирование государственных языков республик отнесено к ведению самих республик. У нас же есть еще и конституция страны. Секунду, я договорю. Какой закон примет Татарстан, такой закон соответственно и будет в Татарстане. И последнее. может быть самое главное. Когда принимался закон об образовании. И сейчас, когда 18 июня будет второе чтение закона, сопровождающего к закону об образовании, я буду ставить этот вопрос в очередной, не помню уже какой раз повторю. Я интернационалист, но я считаю, что права русских в России, так же, как и права всех других народов, не должны быть ущемлены. Ваши прогнозы? Мой прогноз, мои предложения сейчас находятся в таблице отклоненных, и они будут приняты только тогда, когда соответственно необходимость такого решения будет осознана самой высшей властью в России. Вы же знаете, что российскую конституцию можно было бы изложить в двух статьях. Статья первая, президент всегда прав, статья вторая, кто не понял, смотри статью первую. Кстати, о президенте. Тоже вопрос от наших телезрителей. В чем ошибки президента за последние 12 лет? Какие меры можете предложить, чтобы их исправить? Смысла обсуждать ошибки других лиц государства нет. Он глава, с него и спрос. К примеру, Сердюкова таскают правоохранительные органы за скрытые недочеты в возглавляемом им ведомстве. Суда еще не было. Почему по аналогии с министерством Бороды за провала в работе государства не спросить с президента? Ну, я не думаю, что у Сердюкова были недочеты. Я думаю, там ситуация гораздо покруче. Но если недочеты, то вот не доглядел своими девушками. Вероятно, просто так очень корректно выразился наш читатель. Я понимаю, но я никогда не забываю, что вообще-то Сердюков не мог быть назначен без согласия Владимира Владимировича. То есть это является ошибкой? Одной из ошибок, безусловно. Поэтому, если сейчас военные очень радуются, действительно радуются назначению Шойгу, то нельзя забывать, что и предыдущим назначением они тоже во многом обязаны Владимиру Владимировичу, хотя формальное назначение было осуществлено Дмитрия Анатольевича, если не память не меня, это в его бытность президента. Что касается ошибок, понимаете, если перечислять все ошибки, хотя бы очень важные, глобальные. А в общем виде я готов ответить на этот вопрос. Назову только три. Первое. Я считаю, что модернизация страны, собственно, это сразу две, должна базироваться и может базироваться только на двух вещах. На свободе и на социальных гарантиях. С моей точки зрения, в России слишком мало свободы. Это ошибка. Безусловно. И в России слишком мало социальных гарантий. Вот это две ключевые ошибки. Колоссальные средства, которые были получены страной в так называемые тучные годы, не были должным образом использованы для развития человека и человеческого потенциала. Я бы мог доказать это строго научно опираясь на доклады ООН о развитии человека. Но, наверное, немножко может быть будет скучно, если я буду приводить цифры. Если говорить коротко, наше место по воловому утреннему продукту о душу населения по производству всегда выше, чем наше место по развитию человека. В советское время было, кстати, нередко наоборот. Я думаю, что без политической свободы у нас не получится модернизации. Можно по-разному относиться. А что вы вкладываете в понятие свобода? Сейчас договорю. Можно я сначала завершу мысль? Мне кажется, что в 21 веке нельзя повторить, можно к ним по-разному относиться, но нельзя повторить модернизацию ни по Петру, ни по Сталину. Сейчас другая принципиальная ситуация. Что я вкладываю в понятие политическая свобода? Достаточно традиционные вещи. Реально работающий парламент. Государственная дума это нереально работающий парламент. Кто-то произнес фразу, что в России нет не только четвертой власти, но также второй и третий. Это, естественно, свободные выборы. Не просто правильный подсчет голосов, но достаточно свободные выборы без использования административного политического ресурса. Это, конечно, в том числе экономическая свобода. Мы же кричим, что у нас либеральный курс, но по экономической свободе в мире мы периодически где-то тройни сто двадцатого места. Это же удивительнейшая вещь, да? Либералы экономические у власти вроде бы, а экономическая свобода вот так. Даже Сергей Степашин, выступая в Государственной думе, произнес фразу «Пора перестать решать экономические проблемы с помощью силовых структур». Я подошел, пожал Сергея Вадимовичу руку, сказал «Спасибо». Он говорит «Да ты что?» Я сказал «Очевидную вещь». Я говорю «Иногда для того, чтобы сказать очевидные вещи, как раз и требуется некоторая сила характера». Вот. И, конечно, я трактую понятие свободы не только как свободу «от», но и как свободу «для». В моем понимании свобода в широком смысле это и равные возможности в образовании. Сейчас они абсолютно неравные. И надежные гарантии в области здравоохранения. Кстати, социологические опросы показывают, что для большинства наших граждан политическая свобода менее важна, чем социальные гарантии. И еще одно, пожалуй, об ошибках президента. Мне кажется, Россию неправильно выстраивают в смысле вот тех самых социальных скрепок. Смотрите, у нас разница в бюджетном финансировании в расчете на одного гражданина между Москвой и там Тывой или некоторыми республиками Северного Кавказа больше десяти раз. У нас пытаются скреплять это административным насилием, а я в государство... Деньги собирают в Минфин, затем загоняют в резервный фонд, социальные обязательства сбрасывают в регионы, у регионов денег не хватается, со всеми вытекающими. Я в Государственной Думе не раз цитировал Федора Тютчева в его заочной дискуссии с Отто Бисмарком, а цитата из Тютчева звучит, дай Бог памяти, так. «Единство возгласил оракул наших дней, быть может спаяно железом лишь и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочнее». И призывал депутатов скреплять Россию прежде всего социальной любовью, чтобы мы все жили в одном государстве, а не так, как сейчас. Москва, как Чехия, Тыва, как Монголия. Остается только надеяться, что как раз эти скрепы, именно любовные скрепы, все-таки у нас будут в России и все это поймут. Иначе, я очень бы хотел ошибиться, но у меня есть не очень хорошее предчувствие по поводу сценариев нашего развития. Я не исключаю, что мы потеряли еще не последние части нашей страны. Дай Бог, чтобы я ошибся. Подождите, вот здесь хотелось бы как раз уточнить, то есть вы предполагаете, что наша страна может быть как-то разъединиться, существенно уменьшиться территориально? Я этого не исключаю, к сожалению. Дело в том, что Россия это уменьшенный союз. Почему я когда-то был в числе тех, кто не голосовал за декларацию о так называемой независимости России 12 июня? Почему я выступал против Беловежской пущи? Я не был членом Верховного Совета, но у себя в комитете по образованию, по науке и народному образованию я это делал. Я прекрасно понимал среди прочих причин, мало того, что я рожден в Казахстане, я рожден в СССР, мои предки одни по одной линии с Украины, по другой из Поволжья, мой отец воевал в Прибалтике, мои родственники часть остались и в прибалтийских государствах и так далее, понимаете? Но сверх того, всего прочего, я понимаю, что Россия это уменьшенный союз. И когда люди решили отцепить, как они говорили, значит, лишние вагоны, они должны были понимать, что тем самым они ставят под угрозу единство той части, которую они себе оставили. Ну, как вы думаете, какие вагоны окажутся лишними сейчас? Я очень хочу надеяться, что никакие, но ситуация, например, на Северном Кавказе, она достаточно угрожающая. Я вас поняла. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, за то, что ответили на мои вопросы и на вопросы наших читателей. Надеюсь, что мы еще увидимся и поговорим об этом. Да, можно я закончу все-таки в преддверии дня рождения Александра Сергеевича цитатой из школьной программы. Я надеюсь, что меня за нее не привлекут по закону об экстремизме. Цитата всем известна. Товарищ, верь, зайдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет это сна и на обломках самовластия. Напишет наши имена. И обратить внимание в этом словосочетании невозможно, товарища, заменительная господина. Спасибо большое. Я напоминаю, что это студия свободной прессы. У нас в гостях сегодня был депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по образованию Олег Николаевич Смолин. Спасибо. Спасибо.